Ладно, давайте к нашему барану следующий раз. Скорее раз мы обсуждали методы декодирования фонов под фотком. Сейчас мы рассмотрим такой специальный класс срочных фонов, в который мы используем срочные фоны. Именно срочные фоны. Что вообще мы хотим сделать? Мы хотим внести в данные избыточность, так чтобы потом эту избыточность использовать для цели их исправления ошибок. То есть в результате кодирования данные должны стать статистически зависимыми. И, как мы увидели на самой первой лекции, есть два способа сделать это. Использовать блоковые коды, которые вносят избыточность на уровне отдельных блоков данных, но при этом сами по себе эти блоки обрабатываются независимо. И второй вариант, это использовать, в общем случае, переваритные коды, а в нашем случае это, ну, займутся сверточными кодами. В отличие от блокового кодирования, операция сверточного кодирования дает быть автоматное отображение полезных данных в кодовые последствия. Используйте символы. Ну, как бы, есть совместное распределение жидко-испризированных символов, и если это совместное распределение можно представить для произведения одномерных распределений, ну, значит, они независимы. Если нельзя, значит, они зависимы. Что такое конечные автоматы, наверное, знают все, да? Автоматы бывают разные. Нас будут интересовать такие специфические конечные автоматы, известные как регистр сдвига. Как работает регистр сдвига? Вот есть какие-то полезные данные, условно говоря, биты, которые записываются вот в эти вот ячейки, и на каждом шаге содержимое вот этого вот регистра сдвигается направо. И тот бит, который был записан тут, он исчезает. При этом на каждом шаге также вычисляется некоторая функция содержимого регистр сдвига, а именно линейная комбинация каких-то его ячей. Как можно это все представить? Если внимательно присмотреться по реконструкции, то можно заметить, что если мы представим те данные, которые сюда поступают в виде многочлена, то многочлен, соответствующий той последовательности, которая вылезает сверху, он равен произведению вот этого многочлена и многочлена x квадратик плюс 1. То есть я согласен? То есть я сейчас раз, а ты что за многочлен? А0, А1, А2 и так далее, это те биты, которые сюда сдвигаются. Это квадровослово или именно? Это информационная последовательность. То есть последовательность бит мы представляем в виде перефицентных многочленов. Все согласны с тем, что вот эта вот конструкция умножает вот этот вот многочлен на x квадрат плюс 1 и выдает его сверху. Утверждается, что вот этот агрегат берет вот этот многочлен, и выдает то, что получилось, видимо, на членах Y. Посмотрите, что здесь происходит. В какой-то момент времени. Что появится наверху? Наверху появится сумма текущего значения А2 и того значения, которое пришло на два шага назад. То есть, например, А0. То есть получится здесь А0 плюс А2. Да. Причем здесь из А0 и из А0. А что будет на следующем шаге? На следующем шаге там будет 1 плюс А3. Согласны? Да. А потом А2 плюс А4. Спрашивается, чем нужно произведение вот такого многочлена или многочлена их складать в плюс А1? Ну, у него коэффициент там. Ну, коэффициент из А0 и то, что сверху. А можно уточнить? У вас там А2 индекс вверх уехал? Отбрать здесь, должно быть, внизу. Что там будет получаться? В начальный момент времени. На C0. Там появится А0. Потом, что там появится? Потом там появится А1. Потом там появится А0 плюс А2. Потом там появится А1 плюс А3. Ну, и так далее. Ну, так, огранились двумя. А у нас многочлен находится над... Его коэффициент находится над полем О2 или нет? Ну, так, огранились двумя. А, да. Сейчас будем вживаться. А, да. 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 С этим все согласны? Да. А, да. А, да. А, да. Здесь есть два многочлена. Один сверху, другой снизу. А кто-то так вылезает? С1 или нет? Это было С1. С1. А вот вышло... С1. 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 А что это такое за операция перемножения двух логочаленок? То есть, из-за чего? Вот был один логочален, вот был второй логочален. Мы делали и перемножили. Эта операция называется линейной свердкой. Слушали про такую? Отсюда и название свердочные куры. Сумма полетает. Да, то есть, что такое С1? Как он это дается? Это говорит сумма по G, А, и минус Gt умножить на G1, где G1 – это основной многочлен G1. Такая вот вещь называется линейной свердкой. Слушали про такую? Не, не надо. Слушали, а у нас всё равно будет. Может быть одно, да. А восстанавливать мы будем просто поделив там многочлен или нет? Ну, если больших их не было, да, тогда можно было бы поделить на многочлен. Так, там жажки идут. Так что так просто поделить не получится. Сейчас, а у нас как получается? У нас есть месседжи, которые многочлены там, если получается n-bit, то у нас многочлен степени n-1, верно? Тогда мы его отображаем в какой-то многочлен, в видимой степени там n-1, где k-2 наши вот эти вот штучки, я не знаю, как их называть. Вот это вот называется проезжающий многочлен. А в многочлен обязательной степени количества бит в сообщении? Не, совершенно не обязательна. Вот эта вот величина, максимальная степень этих многочленов называется длиной кодового ограничения. А, ну вот, смотрите, мы получаем тогда многочлен степени n-1, и получается, правда ли, что вот то, что мы отобразили, снова какое-то пространство линейное образование или нет? Просто сумма двух таких многочленов отображенных снова получается многочлен такого же вида, да? А-а-а. Которые какому-то коду изначальной месседжи... Ну, здесь сердечные коды, они являются линейными. А, да, всё, отлично. Ну, нет, 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 но в общем случае они глупыми. Хотя на практике они, конечно, и сводятся глупыми. Да, ну, в общем случае здесь может быть не один вот такой вот регистр, а сразу несколько регистров, в каждой из которых задвигается своя информационная последовательность. И вот число таких регистров это параметр K0. Ну, скорость кода это отношение числа гитов, которые кодер потребляет на каждом шаге, к числу гитов, которые он производит на каждом шаге. В данном случае получается код со скоростью 1-2. Кодирование, да, сводится к вычислению линейной сводки информационного лодочрена и порождающих лодочрена скоростного отвода. Ну, теоретически, на ход такому кодеру можно подавать бесконечную информационную последовательность, и он это породит бесконечную кодовую последовательность. Ну, естественно, что в реальности ничего бесконечного не бывает, информационную последовательность в какой-то момент рассекают, и тогда всё получается уже другое. При этом для того, чтобы, скажем так, упростить и улучшить декодирование после того, как закончатся информационные символы, на вход кодер подаётся некоторое количество нулевых символов для того, чтобы перевести кодер в нулевое состояние. Это будет потом полезно при построении решётки сверточного кода. В общем случае, кодирование осуществляется путём умножения эффекторного многочлена, соответствующего полезным данным, на матричный поленом, называемый порождающей матрицей сверточного кода. То есть, если для линей нетбуковых кодов порождающая матрица содержалась хода, то здесь порождающая матрица уже содержит многочленение. Катер Владимирович, можно уточнить? То есть, правда же, что если мы кодируем nbit, хотим отобразить ещё раз в какое-то кодовое слово, то у нас тот многочлен, который вот эти вот nbit мы передаём, он будет n-1 степени? Всегда? Да. Ну, это, скажем, конечно, может быть такой выраженный случай, что последний бит у вас, например, равен 0. Ну, nbit не больше, чем на минус 1, да, на 10%? Да. То есть, в общем случае у нас возникает уже вот такая многочленная порождающая матрица. Вопросы есть у кого-нибудь? То есть, перемножение матрицы многочленов, двух матриц, у которых... Ну, да, тут вектор многочленов, а тут матрица многочленов. Ну, а почему мы умножаем? То есть, нам стандарт её... Ну, да, тут будет умножение по правилам многочленов. А вот такой вопрос, почему в той матрице, которую смотрите, нам нужно получать обязательно два разных многочлена? Ну, почему они вот разные здесь? Ну, зачем? Нам хватит ли одного многочлена генерировать? Если у вас будет один многочлен, то вы практически никакую избыточность туда не добавите. И зачем тогда это надо? А сколько на практике нужно таких многочленов? Варианты могут быть самыми раздобранными. Ну, скажем так, из соображений простоты реализации, как правило, используются коды со скоростью не меньше, чем 1 3, и не больше, чем, вроде бы, 4 5. Эти ограничения, они продиктованы исключительно соображениями удобства реализации, но формально никаких, в принципе, делать скорости меньше или больше нет. То есть, мы просто передаём, у нас был один многочлен, и как-то отобразили, и потом передали все эти многочлены, которые получились. А вот как, например, построить для того года, который был, ну, у тебя готовы, есть изображён, рождающий матрицу? Вот. Собственно говоря, вооружить, надо просто вооружиться, вот. А что он делает? Эээ... Так, а ведь мы двух частей сделаем. Вот эта вот часть соответствует тому, что умножалось на верхний межчлен, а вот эта вот часть соответствует тому, что умножалось на нижний межчлен. Предположение о том, что у нас было 4 информационных длина. Вот эта матрица это умножение на 1 плюс x квадрат и на x квадрат плюс x плюс 1? Да, понятно. Вот это вот умножение на x квадрат плюс x квадрат. А это x квадрат плюс x квадрат. Согласно? Да, понятно. Ну вот первая строчка у этой матрицы, это просто описанка... А остальные просто получается стриг. А вот такой вопрос третьим. Мы многочлен кодируем все равно n битами получается, верно или нет? Не понял. Как мы кодируем многочлены? Как мы его храним? Что именно храним? Ну вот мы же передаем получается многочлены. Надо как-то походить в многочлены. Мы его получается записываем в виде коэффициентов его? Ну да. Именно так. Тогда получается мы, если будем передавать все-таки матрицам, у нас будет в разы больше хода. Да. Ну как, вот здесь, например, была матрица размерности 1 на 2. Многочленная провождающая матрица вот этого хода, она была... А ну только матрицах-то нет, я понял. А почему? Каждый из многочленов здесь... А шестой степени, а? Или до пятой степени? Ну честно. Почему? Потому что мне было дальше лень писать. Я нарисовал прождающую матрицу вот этого света своего кода, преобразованного в блоковый код размерности 4. Это все потому, что мы ограничили... Почему? Нет. Потому что я ограничиваю все случаи информационной последовательности 2 на 4 бита. Да. Почему многочлены до пятой степени включительного? Потому что после того, как кончились вот эти вот 4 информационных бита, на вход вот этого вот регистра были поданы 2 нулевых бита, переводящие его в нулевое состояние. И это приведет к тому, что еще вот этот вот кодер выносит еще по 2 закодированных бита. Вообще говоря, делать это не обязательно. Если бы это не делать, тогда вот эти два столбца можно было бы выкинуть. А можно еще уточнить, вот как это равное бюро отражено на вот эти... Здесь три ячейки. Вот три, два плюс один. Вот тут вот лежит вот этот скотч. А здесь лежат два старых бита. Два, это как раз объем памяти этого уступиста. Еще вопросы есть? Смотрите, получается, мы будем хранить только вот те многочлены, которые вот вырождающие будут. Все хорошо, спасибо, да? Понятно. Отлично. Да, ну в общем случае, как говорилось, кодирование сводится к умножению многочленного вектора на многочленную проезжающую матрус. Говорят, что конечные автоматы удобно задавать диаграммы перехода. Давайте попробуем построить эту самую диаграмму перехода. Что здесь получается? Состояния, они помечены содержимым вот этих вот двух правых ячеек регистра сдвига. Если на регистре сдвига лежали два нуля, и на вход ему поступил еще один ноль, то он так и выдаст ноль наверху, ноль внизу, и остается в состоянии с двумя нулями. Если ему на вход поступит единица, то он выдаст единицу наверху, единицу внизу, и перейдет в состояние один ноль. Ну и так далее. С этой диаграммой все согласны? Да. Узлы помечены содержимым вот этих вот двух ячеек регистра сдвига. То есть это то, что те данные, которые он помнит. Это не то, что на выход на вход. Нет, это то, что к нему пришло на вход. Сначала он был в состоянии два нуля. Пришла ему на вход единица, он эту единицу запомнил. И еще он помнит тот ноль, который был раньше. А если ему на вход придет еще одна единица, то тогда он придет в состоянии один-один. А почему? У нас же там три ячейки, а почему он помнит? То, что она выглядит, понятно. Вот в этой ячейке лежит то, что пришло в текущий момент времени. А вот в этой ячейке лежит то, что осталось в прошлом. И его состояние есть. Да. То есть состояние это то, что было в прошлом. То есть мы по два бита типа кодируем или как? Нет, мы помним два предыдущих бита. Если комбинируем это знание с очередным пришедшим битом, мы вычисляем кодовые символы. А мы возвращаем тот символ, который получается... То, что на ребра написано или то, когда мы пришли? На ребрах здесь написано вход, касающий атак выход. То есть вот здесь на вход пришла единица, а на выходе получились две единицы. А, то есть если нам... Любято, можете разобрать на примере? Ну вот, например, мы в состоянии 1-0. Нет, вот например, какой-нибудь кодовое слово взять для нашего кода, который был... Да. Ну, давайте. Положим, что поступает в доход последовательность 1-0-1. Это имеется в виду... Вот это вот бит номер 0, это бит номер 1, это бит номер 0. Да, и те же самые многочлены х квадрат плюс 1 и х квадрат плюс х плюс 1. Да, значит, что у нас происходит? Вот, пришла единица. Изначально регистр сдвига несоветирован 0. Вот эта вот единица заползла сюда. Мы находились в состоянии 0-0 и отсюда поползает единица. Сейчас за состояние у нас отвечает, получается, средний правый? Да. Значит, единица тут, единица тут. Ну как? Один плюс ноль, это один. Один плюс ноль, это уже один. Сверху это сумма старших ваших битов, снизу это сумма всех амбитов. Да. Не, ты понимаешь, я имею в виду по автомату. Мы же хотим не по вот этому автомату, а по синенькому с кружочками. Ну, правильно. Вот мы находились в состоянии 0-0 и там написано, что при поступлении на вход единицу, единица, надо выдать единицу. А, там получается, средняя единица она идет наверх, а правая единица идет вниз, верно? Да. Ну нет, нельзя сказать так, что средняя единица. Вот здесь вычисляли, вниз идет сумма всех трех, а наверх идет сумма левого и правого. Нет, я имею в виду вот на репле написано 1-1-1. Как это правда? Нет, там написано не 1-1-1, там написано 1, дробная черта, 1-1. То, что слева, дробная черта, это по сумму, которая... То есть, то, что слева, это вниз, то, что справа, это выход. Так вот, выход у нас получается, вот выход там пришел 1-1. Получается, левая единица идет наверх, а правая единица идет вниз? Да. Да. Да, замечательно. А в новое состояние это просто берем вот этот поступивший символ и последний символ, который... Да. Значит, теперь сдвигаем это все на одну позицию вправо. Эдиница переповзает сюда, сюда заповзает 0. Что у нас дальше получается? Тут наверху получается 0, внизу получается 1. И действительно, вот этот переход по диагонали, там написано 0,1. Дальше. На следующем шаге единица переползает сюда, сюда переползает 0, сюда заползает единица. Что тут дальше получается? Наверху вылезает 0, внизу тоже получается 0. Действительно, это будет переход по диагонали, и на выходе 2 многочлена. Все согласны? Да. 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 А вот можно еще такой вопрос, смотрите, мы получается передаем все многочлены, которые у нас получились, верно? В канале или нет? Нет. Вот у нас было кодовое слово, у нас был месседж, 1, 0, 1. Да. Вот у нас есть преобразователь. У нас в данном случае преобразователь выдает на выходе 2 многочлена, верно? Да. Передаем и то и другое. Мы в канале передаем и то и другое. Тогда получается в канале будем передавать в 2 раза больше бит? Да. Ну, код со скоростью 1-2. Ну, это как-то печально, нет? Мы вообще-то какие идеи вообще затевали, что надо относить данные измельченности. Ну, это слишком же большая измельченность. Если там будет 3 многочлена или 4 многочлена, будет вообще очень... Ну, надо подбирать параметр кода так, чтобы она соответствовала отношению сигналов в канале. А как добиться скорости 4-5? Ну, очень просто. Если строить проождающую матрицу, с 6-ми восточными часами. Вопрос в том, какие многочлены туда записать эту проождающую матрицу. Ну, это же длинная история. И еще есть такая техника выкалывания. Мы не успеем сегодня. Еще раз. Хорошо, понятно, спасибо. Да. Можно построить временную развертку. Вот это и вот диаграммный переход. Тогда что у нас получится? Будем считать, что переходы наверх соответствуют входному символу 1, а переходы вниз соответствуют входному символу 0. и тогда у нас получится здесь вот такое вот дерево. Наверху написаны те символы, которые выдает бодер при подаче соответствующего входа. Ну, не сможем заметить, что это дерево обладает свойством самоподобия, и части его подобны другим частям. И поэтому намного более эффективным является представление этого кода с помощью решетки. Ну, решетка, она, по сути дела, такая же была в прошлый раз. Единственное, что ребра уже помечены не одиночными символами, а в данном случае парами символами. Это можно считать, что это секционированная решетка. Пары символов. Что здесь торисовано? Синие ребра соответствуют переходу вот этого автомата по нулю. Ну, красное ребра соответствует переходу по единице. Ну, действительно, если на вход входа подается ноль, то он должен выключить два нуля. Если на вход подать единиц, то он должен выключить две единицы. И так далее, и тому подобное. Всем понятно, как эта решетка строится? То есть, фактически, это несконечная подременная разрядка вот этой вот диаграммы перепуток. То есть, узел, ну, на каждом яусе, узел соответствует состоянию автомата. А как дальше она зацикливается? Ну, она, в принципе, может быть построена бесконечно длинной, но мы договорились, что как только у нас кончатся информационные символы, мы на вход входа подадим некоторое количество нулей, чтобы обнулить содержимое вот этого регистра сдвига. И тогда получится, что здесь и остается одно заключительное состояние, соответствующее нуля. Тогда, получается, скорость понижаем еще? Ну, да. Но, если, как правило, число полезных бит на входе и сверточного входа, что-нибудь в порядке, там, сотни, а число дополнительных бит, которые надо передать, ну, там, что-то 5-7. Поэтому потери незначительные. Они зависят от степени вот этих вот научинений. То есть подать туда нужно максимальную степень вот этих вот двух научинений. Понятно. Если даем на вторую степень, значит, надо два нуля туда подать. Понятно? Да. Так, да. Двигаемся дальше. От чего зависит коллективующая способность сироточных ходов? Ну, наверное, она зависит от минимального расстояния Хемминга между различными последовательностями. Тут, правда, есть небольшая проблема, состоящая в том, что ходовые последовательности сироточных ходов, они, общего говоря, имеют бесконечную длину. Поэтому вводится понятие L-того минимального расстояния кода. То есть это минимальное расстояние Хемминга для любых начальных сегментов из L вот этих вот кадров. Под кадром понимается последовательность из N0-символов, которые коля порождает на каждом шаге. Так, если M – это максимальная степень предыдущих многочленов, то M плюс 1 называется минимальным расстоянием. Петров Владимирович, а что называется сегментом и кадром? Здесь, на самом деле, написано масло масло. Словы сегменты здесь лишние. Хорошо, а что такое кадр? Кадр – это тот блок видов, который кодер порождает туда каждую шагу. То есть вот здесь вот кадр состоял из двух. То есть если бы было бы то количество многочинов, которые мы используем? Да, сколько многочинов, а так далее. Соответственно, если в первых белых кадрах произошло две ошибки, то первый кадр может быть исправлен при условии выполнения вот такого подозрительно знакомого партнера. Минимальное свободное расстояние кода – это максимум из всех вот этих вот элитных минимальных расстояний. А свободная длина – это длина, имеющего наименьший вес ненулевого начального сегмента в форме последовательности сегмента. Это все осознали. То, что тут со звездочкой, оно определяется тем, сколько кадров мы выберем. То есть, вообще говоря, чем больше кадров, тем больше вот этих вот длина. А вот если мы возьмем максимум, по ним по всем, то мы получим минимальное свободное расстояние. Ясно? То есть надо как бы перепирать то, что там состояние автомата меняется, там многое задать три символа. И смотреть по фиксированной длине, что там идет. А, ну так. Сейчас порадую, что здесь минимальное расстояние 2, потому что мы во втором кадре различаемся. Так, так, так. Минимальное расстояние 2 – это вред. По-моему, тут должно быть побольше. Я просто не очень понимаю, что вот там написано. По-моему, здесь должно быть есть минимальное расстояние. Хорошо, а как это понять вот из этой картинки? Вот прямо из этой картинки понять это тяжело, но ближе к концу лекции мы это как-нибудь поймем. Так, то есть у вас же вот написан сегмент? Нет. Здесь нужно фактически перебирать всевозможные информационные последовательности и всевозможные пути в этой решетке. Но это занятие такое достаточно тяжелое. Чуть позже у нас будет такой более политический. А, то есть кадр в решетке был уже? Ну да. Тут нужно вот первый кадр, второй, третий, четвертый, пятый кадр. Ну да. И тогда получается... Можете это вот на этой примере этой решетке еще раз, вот то, что там было написано, переформулировать, потому что там не очень понятно было, что это просто. Д, один. А два, а вот три. Потому что отличаются... Да, потому что они отличаются тут. Д, два. Так, так, так. А вы изолированный уровень смотрите или сразу? Нет, вот я смотрю вот отсюда, да, сюда. А, вы сразу все зачерпываете? Хорошо. Вот сюда не смотрим, потому что здесь они, скажем так, здесь были общие последовательности. Смотрим вот эту вот последовательность, вот эту и вот эту. и тут уже получается похоже, что три. То есть вы выясните именно минимальную разницу, да? Да. А если посмотреть на первые три, то тут уже, наверное, получится пять. Ну да, действительно, получается пять. А нам нужно, получается, найти максимум из таких минимумов? Или как? Да. По всей решетке? Да. Так как она зацикливается, там, видимо, понятно будет. Нет, тут нельзя сказать, что она зацикливается. Она не зацикливается, она просто одинаково повторяет все. Да. Здесь вот, скажем, все эти вот конкретные, все эти вот секции решетки, они одинаковые. Опять же, неинтересны те пути, которые заканчивают свою мерную опцию. Ну, пока мы считаем частичные расстояния, нас не интересует заключительное состояние. Но в какой-то момент нам действительно придется завершить работу в нулевом состоянии, и тогда уже надо посмотреть, что завершается в нулевом состоянии. То есть, что он играет на этой решетке, можно выкинуть на то, что у него в состоянии заканчивается. Взять в состоянии 0.1, 0.1. И так как вообще, надо выкинуть в трёх проблемах. Тогда у вас фактически получится решетка леиного блокового хода. Ну, сжатый, короче. Да. Можно еще уточнить? Вот вы когда рассматривали два блока, первое, вы сказали, что мы не рассматриваем синее и красное, а рассматриваем только как бы нижнее красное-синее и красное-красное. Да. А еще раз, почему мы не рассматриваем? Потому что написано, что они должны отличаться от начального края. А вот вы можете заменить начальность сегмента на слово-префикс, и тогда люди вас будут лучше понимать. Ну, в принципе, да. А свободная длина хода? Да. Свободная длина хода — это, в данном случае, получается 3 гада или 6 углов. Вот здесь. А что она показывает? Что если мы 6 локерами по 6 углов будем передавать, то с ними очень разные ошибки справятся? Она показывает, что вот на этой длине, на длине 6, уже достигается то самое минимальное свободное расстояние угла. Сейчас, а можете еще раз отметать к определению? То есть, вот тут написано отличающихся начальным кадром. То есть, мы вначале обязаны пойти сейчас по разным ребрам, а потом можем идти как угодно, да? Да. А вот, верите назад, пожалуйста. Правда, что мы можем, получается, перебрать префиксы до какого-то уровня, а дальше уже не обязательно перебирать? То есть, есть какая-то теорема, которая говорит, что достаточно перебрать, ну, как-то оценить, в зависимости от наших многочленов и так далее? Ну, на самом деле, достаточно перебрать вот стулька. А, все, отлично. Ну, это, правда, получается какое-то такое репульсивное определение, поэтому это полезно. А не нулевой начальник сегмента кода непоследовательности ухода. То же самое, что не нулевой префикс? Да. А кодовая последовательность? Кодовая последовательность, это вот... Она соответствует какому-то типсию в этой решетке. Ну, или какое-то последовательность значений, порождаемых вот этим вот конечным автоматом. А, к тому, что на лёгком. А, да, на системе. Нет, двигаемся дальше. Не все астрафичные коды хороши. Бывают катастрофические коды. Что это за зверь такой? Катастрофическим кодом называется такой код, который отображает информационную последовательность бесконечного веса, но кодовую последовательность бесконечного веса. Как такое может быть? Давайте рассмотрим вот такой вот кодик. Обратите внимание, что здесь верхние и нижние две члены одинаковые. И вот здесь нарисована его диаграмма перехода. Что здесь можно заметить? Если мы на вход кодера подадим единичку, а потом будем ему на вход подавать последовательность 0,1, то кодер при этом на выход будет выдавать сплошные нули. И если мы будем гулять по этому циклу с графией бесконечно долго, то мы получим на выходе бесконечно много нулей. Понятно? Можно спросить, а одинаковые многочлены вообще имеют смысл? Потому что это получается мы дублируем информацию, а дублируем мы показали на провалекции, что... Одинаковые многочлены здесь действительно смысла не имеют, но это на самом деле еще часть проблемы. Чуть позже вы говорите, это слово сформулировано, что он имеет смысл, а что не имеет смысл. Почему он подражает последовательность бесконечного места? Кодекс, посмотрите, вот мы здесь можем бесконечно много подавать пару 0,1 сюда, и будем гулять по этому циклу и выдавать на выход 0. А, это существует последовательность, которая подражается в конечный цикл. Ну, естественно, не любую. А вот сейчас разберемся еще. Предположим, что мы передавали малевую кодовую слуху. И в канале произошло две ошибки. А разве, если разные будет многочлены, то у нас такого же не будет? Чуть позже с этим разберемся. На самом деле, недостаточно, чтобы они были разные. Нужно еще несколько хитрил. Да, вот если... Если возникла какая-нибудь ошибка вот такого, то декодер, который использует ту самую решетку, он подумает, что произошел переход по единице, а потом на вход подавали сплошные нули. И декодер будет думать, что кодер, он как раз ходил по этой петле. И в восстановленной информационной последовательности декодер будет выдавать те самые пары 0.1. А, это какой-то людей? А, ну вот, скажем так, пока не надоест. То есть пока сколько здесь будет мылей дальше идти, столько он будет выдавать. А, он прекрасно приходит 1.0. Да. Наверное, это какая-то не очень удачная конструкция, которая всего лишь из-за каких-то двух жалких ошибок в канале проразит бесконечно много ошибок информационной последовательности. Да. Наверное, так делать не стоит. Да. Хотелось бы избежать такого катастрофического развития событий и использовать не катастрофические коды, в которых ограниченное число ошибок в канале приводит к ограниченному числу ошибок декодера. Оказывается, что для того, чтобы код не был катастрофическим, необходимо и достаточно, чтобы наибольший общий делитель, определитель всех подматриц размерности к 0, порождающей матрицы, был равен х в степени без, где с больше либо равно. И это частный случай этой теоремы мы докажем на упражнениях, а общий случай предполагается доказать всем самостоятельно. В том примере, который мы рассматривали, у нас порождающая матрица содержала х квадрат плюс один и х квадрат плюс один. Наибольший общий делитель не бывает х квадрат плюс один. Ну и стало выше, этому определению, этому вот условию, этот код не соответствовал. Тому будет исторически. Понятно? Сейчас, а можно уточнить? А вот к 0 у нас, получается, нужно всевозможное перебрать или какой-то фиксированное? К 0 это число скорок в один многочленный, порождающий матрицы. То есть, к 0 это число битов, которые фонтер потребляет за один раз. Здесь вот у нас будет только один регистр вздвига, и вот к 0 будет равно единице. Но ничто не мешает поставить здесь, не знаю, два, три или сколько угодно таких регистров вздвига. Параллельно работающих. Которые между собой будут как-то связаны вот этим этим учителем. То есть, почему здесь здесь один? Потому что... Да, потому что здесь один регистр вздвиг. То есть, получается, что не всегда, когда у нас повторяются два многочлена, то они катастрофические? Нет, если они повторяются, то это гарантированно катастрофически. А если я привиальный многочлен, состоящий из x в степени s, ставлю, то у него будет not xs? В этом случае, действительно, код не будет катастрофическим. Но что фактически будет делать такой кодер? Он будет тупо выдавать входные биты на верх. И, скорее всего, ничего путного. Такой путь сделать не способен. В общем, мы пробуем. В том, что он равен, и все в какой-то степени, это значит, что важно, что одной степени, а не сумме... Важно, чтобы он был равен какому-то одночлену. Вообще говоря, эти одночлены могут быть разные. Для вас, таки делите. То главное, что там ограничений не получится. Не многочлена. Да. А, там, условно, какая-то константа. Может, полюбить словно. В частных случаях, если я сараннулю, значит, будет константа. Понятно? А, здесь константы бывают, потому что мы находим... Ну, единица константа. Ну, здесь единица, это просто... x степень 0, ну, какая-то похожая. Круто, что он не бывает нулём, а единица — это x степень 0. А если бы у нас было поляра... Ну, и если бы у нас был какой-то большой поляр, значит, здесь можно было бы... Да. ...константы написать. Но на самом деле, мы шли наибольший учителитель, и он удобно определять так, чтобы ставший член в районе единицы. Рисковый поляр. Сейчас ты ещё раз попробуй делись. Это в какой матрице количество строк? В рождающей матрице. А, в рождающей матрице. Вот тут вот. В рождающей матрице делят два вот таких многочлена, наибольшей общей долетелитель у них единицы, поэтому год не подоставим чисто. То есть, ну, там у нас получается 4 было бы, да? У нас две рождающих матрицы, у нас канолик 4. Да. В рождающей матрице. Ну, вот вы же, вот эта матрица. Нет, вот эта матрица, она в этих целях не годится, нужна многочленная, в рождающей матрице. А, а тогда почему это количество строк? У неё же может быть бесконечное количество строк. Ну, ну, сколько хотите в этот строк в рождающем матрице, только и пишите. Строк у неё K0, то есть количество регистров сдвига. Здесь, получается, вот в этом примере какой ответ будет? Какой K0 будет? Вот здесь вот K0 равно единице. Одна строка. Один регистр. Ясно? Да, но это какой-то... А как... Приведите пример, где K0 больше единицы. Это если... Вот, когда K0 больше единицы, тогда и достигается... Ура! А, это значит, что он по нескольку бит обрабатан за раз. А мы сейчас умеем строить эту матрицу или пока нет? Эм... Эм... Вот прождающий матрицу, мы говорим... Эм... Ну... Ну, какие-то, как-то сказки у вас, сейчас и полкашу. А... Продолжение следует... 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 которая является обратным вот этому преобразователю, и их можно объединить вот в одну вот такую вот конструкцию. То есть сначала умножаем, чтобы нам было... То есть мы как бы сначала делим на х квадрат плюс х плюс один с помощью вот такой штуки, а потом на него же умножаем. Естественно, что делать такие цимно-обратные операции смыслу нет, тем более, что нас интересуют только информационные биты, поэтому мы вот это дело выкинем, оставим только информационные биты. А вот так. И что это означает? Это означает, что из текущего информационного символа надо вычесть, ну или сложить в данном случае, мы не считаем сложения этого и тоже, сумку прошлого и позапрошлого символов. Что здесь эта штука и делает? Почему деление этому эквивалентно? Ну, попробуйте, расскажите, чему одно выход вот этого агрегата. Через ряд надо расписать? Да, через ряд. А то, что направо он выдает, это после сдвига то, что мы отбрасываем. Вот эту штуку мы отбрасываем? Не-не-не, в первой половине. Да, вот это у меня самое. Ну да. А, кстати, деление в столбик, как работает? То есть, на вечерина, например. Да. На самом деле, вот эта конструкция, она реализует нечто, а это деление в столбик. Попробуйте, расскажите на бумажке, на целение столбик, на вечеринах, и увидите в то, что это вот какая-то какого-то коблига. Вот эту конструкцию спуститься, например. Что там на обратном связи? Ну, изначально здесь везде лежат музеи, ну и постепенно сюда заползают какие-то самостоятельства. Ну, в этот момент соответствует делению там на ноль. Ну, почему на ноль? Нет, это деление вполне определенная мучая, это складат плюс x. А если там не было вот плюс 1? Ну, вот плюс единица здесь обязана. Быть она соответствует вот этому штуку. То есть, конечно, при желании можно, скажем так, организовать деление на x-кладах плюс x, Ну, собственно, тогда здесь фактически нужно будет вводить какую-то дополнительную задержку сюда. Ну, это... Да, послушайте, а у нас порядок применения не играет в роли, то есть у нас вот, например, посередине мы сначала разделили и передали выход дальше, а справа мы сначала... ну, мы можем параллельно разделить и сложить, то есть выход разделения уже идет только на следующий. Вы хотели вот эту вот штуку вот сюда поставить? Нет, ну, вопрос в том, что у нас порядок меняется, нет? Применение операций? Ну, слева у нас последовательно, а справа параллельно. Или это не важно? А вот сюда последовательно поступали данные, которые надо было запретить. Вот они всегда точно так же последовательно поступают и позволяют сюда последовательно идти. Вот тут, применяя сначала деление, ее выход идет дальше. Да. А там ее выход идет только на следующую операцию, а не на текущую. Смотрите, что это такое. Вот эта вот конструкция, она выполняет, вообще говоря, обратимое преобразование данных. И множество кодовых последовательностей, которые здесь получаются, оно от этого никак не меняется. Поэтому, да, отображение информационных последовательностей на кодово здесь будет какое-то другое, но множество кодовых последовательностей останется тем же самым. Я ответил на ваш вопрос? Я так и раз не помню. Видимо, имеется в виду, что вот у нас пришли какие-то кодовые слова, у нас в начале идет блок деления, мы поняли. Откуда кодовые слова пришли? У нас, если кодовые биты, информационные, да. Вот информационные биты пришли. Мы в начале их разделили, вот у нас блок есть, и потом результат деления передали дальше. А там, на следующей картинке, у нас как-то объединили, что мы можем их выполнять, в каком они порядке выполняются, вот на третьем. Смотрите, что здесь происходит. Практически здесь объединены вот эти вот запоминающие, вот эти вот ячейки поэкции. Результат деления, он образуется вот прямо вот здесь. И он поступает сюда, но просто с задержкой на два карта. Ну, так а зачем выводить эту лишнюю задержку? Она ничего полезного не даст, можно сразу ее сюда. Так вот в том и дело. Мы вот посередине на том же, то есть пришел бит информационный, мы его преобразовали, поделили и передали дальше. А во второй картинке мы сначала преобразовали, потом поделили, и результат деления передали уже на следующий информационный бит. Чем отличаются вот эти две картинки? Тем, что при запуске всего этого агрегата здесь сначала поступят два нуля. Вот этот путь. И он, естественно, тоже на выходе даст нули. Эти нули, они от чего не зависят, никакой пользы не несут. И зачем они нужны? То есть это не совсем, как говорят? Ну, да, с точностью до отсечения двух начальных нулей. А в третьем их уже нет? Да, тут их уже нет. А правильно я понимаю, что то, что будет на выходе третьего агрегата? Множество последовательных кодов, тут и тут. Оно одинокрое. Но отображение информационных последовательностей на кодовое, я бы, конечно, ракознаю. И с чем это вообще работало? Стравляем оно? Ну, с точки зрения реализации удобно, когда информационные символы, они прямо являются частью кодового слова. Поэтому с такой штукой работать проще. Более того, у неё есть ещё такая очень полезная вещь, состоящая в том, что, скажем так, некоторые информационные последовательности конечного веса, она отображает на информационные последовательности бесконечного веса. И это, оказывается, очень удобно при построении трубы кодов, про которые мы будем говорить, наверное, уже в следующий раз. Это даёт преимущество уже в смысле корректирующей способности, но только уже в конструкции трубокодов. С точки зрения светочных кодов, реализации светочных кодов, что там, она абсолютно одна и так. Понятно? А автоматизировано? Вот такие схемы автоматизировать тоже можно. Ну, так просто, давайте, отцеление метчиков, с регулятором усилий. У неё, как бы, не мучаемую матрицу. Пока не понятно, как здесь деление. Призыв для вас. Вот это вот соответствует вот этому квадрату, вот это вот соответствует вот этому иксуству. Если бы здесь икса не было, тогда делаем вот это у вас. А потому что это единица такая вот. Ну, это, конечно, не удачный пример, но представник его. Это вот, это сопьёт. Идея состоит в том, чтобы взять дезинаминатель, отбросить вот эту вот единицу и поставить отводы соответствующим ненулевым членам того, что осталось. Понятно? Понятно. . Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот эти две единички соответствуют вот этому x4 и x4 плюс x3. А вот после того, как у нас получилась вот такая вот штука, это не штука, как x2 плюс 1. Да, что-то дальше происходит. Дальше у нас здесь получается... Так, а вот можно еще раз первый шаг, если я поняту? Смотрите, у нас еще пришла единичка, она стала в первый бит, да? Да, сейчас у нас уже не единичка. Нет, вот я еще раз, я просто запутался, не с тем понял. Самый первый шаг, у нас пришла единичка и стояли нолики. Да. Денис записался вот сюда. Да, затем получается у нас, что выполняется, какое следующее действие? Затем это все сдвигается на один шаг, сюда заползает следующее значение и так далее. Просто сдвигаем последовательно? При этом вычисляем то, что внизу происходит. А что вначале идет, сдвиг или вычисление брусика? Да, на каждой шаге мы сначала вычислили вот это вот значение, приплюсовали его сюда и потом записали сюда, а потом сдвигнули. То есть смотрите еще раз вот, у нас пришел один, стало один ноль ноль. Да. Мы вот эти два нуля сложили, получили ноль. Затем мы должны этот нолик прибавить к нулю, получили нолик, затем получили ноль один ноль, ноль выход. Да. Хорошо, ладно, это чисто. То есть начало сдвига, потом сложение? Да. Ну, да, да. Так, сейчас. В топологической сортировке ассортировать, ну, посчитать все результаты восходящим стрелочком и потом машинные сроки. Да, значит, да, отсюда уже вывалится одна единица. Сейчас отсюда вывалится еще одна единица. Так, да, и сейчас здесь уже, так, 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 сейчас мы уже должны допустить вот до этой единицы на входе. И она должна дать в сумме вот с этой, так, сейчас мы взглянем вот сюда. Вот ноль будет, тут один будет. Вот это вот один плюс вот это вот один, оно даст ноль, и это тот самый остаток х, который... Понятно? Темношнее задание — это делить на многочлен третьей степени слов. Сначала просто в словах, потом с помощью вот такого агрегата. Какое слово в результате получилось? Один, один, ноль, один? Ну да, вот это было. Частная получилась х-кульпт. Солдавайте плюс один. То есть один, один, ноль, один. И ещё оболгается остаток х-кульпт. Уже воду тут. Или один, ноль. Понятно? Да, ну вот, собственно, как это можно декозировать. Декозировать это надо перешетком с помощью всем известного агрегата. Вот здесь есть какая-то принятая последовательность. И вот мы её так жественно декозировали. Зелёным показаны накопленные методы путей. В какой-то момент эти пути сливаются. Мы выбираем лучший кандидат. Надо это дополнительно пояснять. В этих агрегатах после инвекции все создали? Наверное, это так. Ну, наверное, это так. Ничего принципиального нового здесь нет. Кроме того, что каждый крадер соответствует секции. То есть так же просто ещё минимальный путь? Да, тут всё то же самое. Для того, чтобы понять, насколько хорошо это работает, надо разобраться с тем, а сколько ходовых последовательств, какого веса, есть в этом спеточном путь. Давайте сделаем лучшую. Давайте пометим ребра графа переходов метками d в степени i, где i – это вес соответствующей выходной последовательности. И будем характеризовать последовательность символов веса x одночленом d в степени x. Ну а совокупность каких-то ходовых последовательностей, она завязательно характеризуется многому члену. То есть вот это вот соответствует множеству из двух последовательностей веса 6 и 2 последовательностей веса 8. Затем расщепим начальное состояние на два. Начальное и конечное. И пусть x и t – это производящая функция, характеризующая совокупность кодовых последовательностей, переводящих кодер в состояние i. Затем, фактически, получается ряд, или центра которого как раз задают количество последовательностей того или иного веса, переводящих кодер в то или иное состояние. Символ веса x. Это последовательность веса x. Ну, утверждается, что производящая функция всего срёдочного кода равна частному отделению xe на x, потому что, в причине, несказуемость x0. Ну, наверное, проще всего это показать на примере. Вот была идеальная перехода, которую мы обсуждали в самом начале. Там, из вот этого состояния, был переход вот в это состояние. Так вот теперь мы можем переходить не в это состояние, а в было специальное завершающее состояние. И переход изначального состояния в него же мы убили, потому что ничего кроме нулей там не будет, это ко мне интересно. Отсюда-сюда был переход к соответствующему выходу 2 единицы. 2 единицы имеют вес 2. Поэтому пишем сюда d в квадратик. Отсюда-сюда был переход к соответствующей 1 0, это вес 1, пишем d в первой степени. А вот тут переход к весу 0, поэтому пишем d в нулевой степени. Это понятно? Угу. Теперь пишем вот такую систему равны. Что это значит? Множество последовательностей, переводящих козер в состояние b, образуется из двух частей. Первая часть. Это последовательности, переводящие козер в состояние a, в котором дописана последовательность веса 2. И еще это последовательности, переводящие козер в состояние d, в котором дописана последовательность веса 0. плюс xd умножить на d в нулевой степени. В состояние c мы могли попасть из состояния b, дописав одну единичку или состояние c дописав тоже одну единичку и так далее и тому подобное. С этой системой уравнений все согласны? Её можно решить. Число неизвестных здесь достаточно больших числов уравнений. Можно считать, что xa это свободная переменная и мы с критериозом найдем решение, в котором, среди прочего, будет какой-то там многочлен для xe. И вот если мы теперь поделим это xe на xa, то получим ту самую производящую функцию. И она окажется какая-то вот такая. Всем домашнее задание в решательскую систему видится в том, что она действительно получается. Ну, смотрите, здесь не всем это получилось. Ой, это же какая-то вот получилась. Ага. Эту драку можно разложить в ряд привора и обнаружить, что в этом ходе есть одна последовательность веса 5, две последовательности веса 6 и четыре последовательности веса 7 и так далее и тому подобное. Понятно? Мы посчитали число последовательности веса 7 и так далее. Ну, сейчас небольшое расширение, небольшое обобщение всего этого хозяйства. Можно еще посчитать число выходных последовательности того или иного веса, соответствующих входных последовательности того или иного веса. Поэтому мы сюда пишем, это у нас был переход по одной единичке, поэтому пишем n в первой степени. Вот тут был переход по нулю, поэтому здесь пишем n в нулевой степени. Дальше делаем все то же самое и в итоге обнаруживаем, что у нас есть одна выходная последовательность веса 5, соответствующая входной последовательности веса 1, две выходные последовательности веса 6, соответствующие входным последовательности веса 2 и так далее. Зачем это нужно? А вот зачем. В упражнениях, наверное, мы все разбирали объединенную верхнюю границу вероятности ошибок. Декодирование линейного блока. Было такое. Ничто не мешает проделать то же самое для сверточного хода. Единственное отличие состоит в том, что поскольку годовые последовательности сверточного хода бесконечны, то здесь имеет смысл считать только вероятность первой ошибки. А в основном все эти преобразования, они те же самые. Так, я думаю, что сейчас нужно будет подробно разбирать. Важно то, что в итоге у нас получается вероятность того, что мы ошибемся, мы выберем какую-то ошибочную последовательность, отличающуюся от правильной ВД-позиции, она задается вот такой функцией. Это вам ничего не напоминает? Было такое на практике. Я бы такого не думал, но это... В домашнем задании не было ВД. ВД означает, что мы выбрали ошибочную последовательность, отличающуюся от правильной ВД-позиции. Ну, можно и так сказать, хотя... На самом деле это одно ошибочное событие, по сути, дело. Если вероятность ошибки, она соответствует вероятности объединения всех этих ошибочных событий. Ее нужно ограничить сверху через сумму этих вероятностей и в итоге получить вот такую конструкцию. Знакомая формула или нет? Ну, вот, без Д она, правда. Ее на верхней границе вероятности ошибки. На практике должна же была быть. Там надо, скорее всего, называться ВД-дубль-вай, но все дело в этом не меняется. Да, так вот, вот это вот ТД, это число кодовых последовательностей веса Д. Это через весовой спектр, мне кажется, выражает. Ну, и вот он получается, формула для вероятности ошибки декозирования сверточного куба. Ее можно взять расширенную производящую функцию и пересчитать ее вероятность ошибки на бит. Ну, и в итоге получается вот какая-то вот такая вот, какой-то вот такой график. Здесь рассмотрены два способы декозирования каких-то двух сверточных кодов. с помощью алгоритма Гитерби и с помощью алгоритма Бауа Кокки и Лени Королива, который вы тоже обсуждали в прошлый раз. Обсуждали или нет? Да, да. Ну, а вот видно, что алгоритм Бауа Кокки и Лени Королива, он дает вероятность ошибки на бит чуть меньшую, чем алгоритм Гитерби. Это правильно. Объединенная верхняя граница, она позволяет очень даже неплохо оценить эту самую вероятность ошибки в области больших отношений сигнала шута. Здесь показаны параметры соответствующих кодов и порождающие наличлеты. Ой, точнее, наличлеты в сфере какие-то, как это понимать? Может, с резактора? Да, это резакторы, представленные в виде битовой маски и записанные в осмиричной системе исчезления. Так и тихо. Да, ну, собственно говоря, срок смиричной исчезления. Ну вот, причем это так и стоит. Так исторически сложилось, что для срёточных кодов отпишут в осмиричной системе исчезления. Срёточные коды – это идейно простой способ моих устойчивого козирования, который получил широкое распространение практически один из пьеров. И в кармане у каждого из вас лежит мобильный телефон, содержащий коды в эдиконе в свёточную руку. Вопросы есть? На каждой лекции лежит, что у нас в кармане. Телефон? А все вообще возможные коды? Нет, далеко не все. Или они просто друг от друга работают? Сначала свёточный, потом свёточный? Ну, на самом деле, в вашем мобильном телефоне там даже целое нагромождение кодов. Там есть свёточные коды сами по себе, свёточные коды скомбинированные в турбо-код. Если у вас есть поддержка 5G, то там есть код с малой клубностью проверок на чётность, а, на самом деле, даже есть в модуле поддержки Wi-Fi. И ещё там есть кодер поляного кода для телефона с поддержкой 5G. И ещё там есть кодер рекомендера. Иди кодер. Ну, это всё как бы... Ну, они там в телефоне для какой-то одной, какая-то цель. Ну, так что, куда надо передавать? Куда? Не работает так, что мы возьмём стол для каких-то кодовикерида Соломона, а потом сначала и покроем данные, а потом это дело правильно? Да. Бывает и такое. Да, такое иногда дело. Правда, сейчас такая схема, она несколько лучшая из моды, ну, то есть всё применяется. Вот. Вопросы есть? Я тогда посмотрю, что там делать с следующим занятием, как его перенести. Не могу пока обещать, что удастся его сделать и с НСУ. А RZ вы тоже подумаете, да? Что? Про RZ, вот то, что спросили. Тоже подумаю. А по PCMS? Ну, что? Ну, что? Когда может быть ждать? Ну, в моде PCMS, да? Да. 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 Вот это, в ближайшие пару дней это точно не сделано. Сейчас, а вот всякие циклические коды по ЧХМ, отводим еще разобрать? Да. Будем, наверное, через пару, для людей, наверное, через три, для лекции, около того. Соборот, что у меня коллекция будет? Ну, так, я знаю, 60-60, что это тоже цикл, а по лекции. До Нового года. Все, в частей, будем уплатить. Так, всё. Вопросы есть? Так, какие темы на контрольном будет? Что? На контрольном какие темы будут? Да, то, что в Google уже стартовало, это по решетке, и я думаю, что в ближайшее время будет еще организована письменная контрольная работа, прямо на практических занятиях, по границам. Границы оценки продов? Да. Там надо, теоретически вот, чтобы там, они выбегаются, там надо писать. Правильно скомбинировать эти границы и оценить правильные достижимые правильные.